Свет в пустоте, в воздухе и в любой другой однородной среде распространяется прямолинейно. Однако сами по себе лучи света невидимы. Чтобы их увидеть, надо создать узкий пучок света. Например, пропустив солнечный свет в темную комнату через небольшое отверстие. А еще нужны мелкие препятствия, взвешенные в воздухе. Капельки воды, частички дыма или пылинки. Они рассеивают упавший на них свет и мы видим, как он шел. Наполним кювету водой и размешаем в этой воде капельку молока. Посветим на нее лазером и ярким фонариком. Благодаря мельчайшим капелькам жира, взвешенным в воде, мы видим, как прямые лучи проходят сквозь воду и друг сквозь друга и как они отражаются от стенок кюветы. Лучи зрения – это лучи света, выходящие из разных источников и собирающиеся в одну точку – зрачок нашего глаза. Прямизну от струганной доски можно проверить, посмотрев вдоль нее. Если доска кривая, разные части ее поверхности будут лежать на разных лучах зрения, а если прямая, то на одном луче. На этих подставках установлены палочки с бусинками на верхнем конце. Расставим их так, чтобы все бусинки лежали на одной прямой. Воспользуемся для этого лазерным лучом. Чтобы измерить высоту дерева, не забираясь на него, тоже можно воспользоваться прямолинейностью лучей зрения. Первый человек будет наблюдателем. Он лег на землю в 30 метрах от дерева и смотрит на его вершину. Второй человек берет двухметровый шест и устанавливает его так, чтобы конец шеста и вершина дерева оказались на одном луче зрения. Пусть шест стоит в трех метрах от наблюдателя. На этом чертеже имеются два подобных прямоугольных треугольника – большой и маленький. Основание большого треугольника – 30 метров, маленького – 3 метра. Одно больше другого в 10 раз. Значит, высота дерева тоже в 10 раз больше высоты шеста и она равна 20 метрам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова